С 16 апреля в Одинцовском округе действует особый противопожарный режим. Это связано с возросшим риском природных пожаров из-за установившейся сухой и теплой погоды. Что это значит для жителей и готовы ли лесничие к весенне-летнему сезону? Здравствуйте! В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Сергей Викторович Сармин, директор Нарофоминско-Звенигородского филиала Центра Лесхоза. Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте, Евгения! В социальных сетях и в официальных источниках информации прошла новость о том, что установлен особый противопожарный режим. Жители, конечно, тут же напугались, что в лес теперь ходить нельзя. Вот давайте поясним официально, что это значит для жителей, особый противопожарный режим в лесу. Ну, особый режим по, скажем так, нашим правилам, наставлениям по пожарной безопасности, противопожарный режим – это тогда, когда с момента схода снежного покрова до момента осеннего, да, установившейся холодной, сырой погоды. То есть вот длится этот период. То есть это ничего сверхъестественного? Сверхъестественного. Это каждый год происходит? Да, совершенно верно. По поводу того, что совершенно нельзя там заходить в лес и так далее, ну, это немного не так. Первое, что это, конечно же, несет определенную ответственность граждан, которые заходят в лесные массивы, в лесные насаждения и так далее, за их действиями, за тем, что происходит во время их прогулки. Но самое главное, конечно, это, то есть, ну, нельзя не заходить. Заходить можно, но вести себя подобающим образом, вот. Когда совсем будет нельзя заходить, тогда будет установлен совершенно другой режим, где будет запрет доступа граждан в леса. Это происходит в те моменты, когда устанавливается очень жаркая погода в течение длительного времени, отсутствие осадков и так далее. Тогда происходит, ну, это постановлением губернатора доводится до граждан, что запрет доступа в леса. Тогда, да, тогда уже будет нельзя. На сегодняшний день можно, но с особой осторожностью, в свете того, что у нас на сегодняшний день еще не взошла, скажем так, зеленая травянистая растительность, которая может погасить случайные там какие-то возгорания, не допустить, скажем так. На сегодняшний день очень много сухой травы, и малейшая искра, это брошенный окурок, разведение, не говоря уже о разведении огня, да, или сжигание какого-либо мусора, это приводит к печальным последствиям. То есть, мгновенное распространение огня по сухой травянистой растительности и, соответственно, перехода в лесные насаждения, в те места, где у нас посажены молодые культуры хвойных лесных насаждений и так далее. То, что мы сажали, как говорится, не только своими силами, но силами... Сами жителей уходили. Да, самих жителей. Это не... Это каждый год у нас проводятся акции, да, в которых участвует огромное количество людей. То есть, приложено очень много сил, людей, стараний, да, затрат и так далее, чтобы посадить. И на сегодняшний день мы видим, наблюдаем то, что это, конечно, гибнет. Я так понимаю, что происшествия, связанные с палом травы, уже, к сожалению, зафиксированы в нашем округе в том числе. Да, к сожалению, да, и не одно. Поэтому пал травы тоже запрещен, хоть это и не всегда лесные массивы. Тем не менее, опасность представляет и для леса, и для людей, и для всего живого, с чем сталкивается. Опасность представляется, да, не только для леса, опасность представляется и для граждан, для жизни и здоровья, также для имущества, потому что пал травы может перейти по полю, по обочине дороги, может подойти вплотную к населенному пункту, пострадать могут и какие-то строения граждан. То есть, в этом направлении вот и МЧС проводит работу, и знаю, что у них тоже сейчас идет очень горячая пора, потому что очень много палов травы, которые не связаны с нашими землями, но при их возникновении происходит угроза населенному пункту. Соответственно, наши коллеги из МЧС там очень работают, каждый день мы это видим, наблюдаем. Сергей Викторович, мы выяснили, слава богу, в лесу гулять можно, а чего в лесу делать категорически сейчас нельзя? Сейчас нельзя разводить какие-либо костры, мангалы и так далее. При прогулке, вот я уже повторяюсь, да, что это выбрасывание каких-то горящих тлеющих материалов, это окурки, еще какой-либо материал. Во время охоты, вот, допустим, тоже нельзя использовать пыжи, которые сделаны из материалов, которые тлеют и так далее, потому что при выстреле этот пыж вылетает, падает в травянистую растительность, он там тлеет, охотник уходит, после чего возникает пожар. Также, допустим, кто-то отдыхает в лесу, костер не жгут, просто вот наслаждаются природой, но человек решил там протереть свою машину, да, вот он, значит, протер какой-то ветощью, тряпкой свою машину, заправил ее там, да, на тряпке, тряпка либо какая-то ветошь, либо бумага имеет пропитана, допустим, там, каким-то горючим материалом, бензин, масло и так далее. Выбросив этот материал, выбросив, оставив какой-то мусор после себя, чего тоже делать нельзя в лесу, да, то же самое стеклянную бутылку, которая может сфокусировать, вот, брошенная особенно рядом на вот эту бумагу, либо ветошь промасленную, сфокусировать солнечный луч, и это будет возгорание. Либо кто-то там бросит окурок, даже сами отдыхающие уезжают, бросили окурок, вот, и все это загорелось. Ну, первым делом, да, это разведение костров, это различные мангалы и так далее, ну, и, конечно же, мусор в лесу. А на субботник выходить можно? На субботник выходить можно, да. И нужно, наверное. Лес скажет спасибо, да и не только лес. Что касаемо субботников, у нас в эту субботу проходили субботники, и на следующую субботу, на 24 число, уже назначены места, я думаю, что это будет в каждом населенном пункте, и в том числе и у нас будет это, где-то на лесных участках. Будем проводить работы в субботнике по уборке мусора, потому что это, ну, на следующий день один тоже... Очень актуально. Да, актуально, и бич, скажем так. Вот крик души прям, ладно уж, не выходите на субботники, если вам этого не хочется, ну, хотя бы за собой просто убирайте. Пришли, покушали, сложили в пакетики и унесли, выбросили там, где полагается выбрасывать мусор. Это несложно, как мне кажется. Согласен. Особый противопожарный режим ограничивает действия жителей не только в лесу, но и в населенных пунктах. Например, нельзя проводить пожароопасные работы. Что это за работы? Пожароопасные работы – это все мы видим весной, когда мы приводим свои какие-то дачные участки, садовые участки, либо это частный сектор, да, у кого-то есть огород возле дома, проводят работы, как уборка прошлогодней травы, какой-то растительности ненужной. И, соответственно, мы все это складываем в кучу, начинаем жечь. У нас, как правило, это выходной день, да, мы наблюдаем огромнейшую дымку, у нас все задымлено. Крамыслом. Выносить такой мусор за пределы своей территории, скажем, там на окраину деревни, на окраину СНТ, этого делать нельзя. Во-первых, да, потому что загорится от вашего костра, загорится, скажем так, трава, которая находится на обочине, на поле, и мы получим очередной возгорание, очередной пал. Вот, если же уже вам необходимо это сделать, то, в принципе, можно воспользоваться на территории своего участка, да, какой-то емкостью. Ну, знаем, что многие, очень многие это делают правильно. Они используют там старые какие-то бочки, да, то есть скидывают в бочки, травянистую растительность сжигают там, рядом у них находится какая-то емкость с водой, либо у них там есть еще какие-то запасы воды. Вот, лопата, все, что необходимо. То есть я сам лично часто наблюдаю, когда люди именно вот правильно это проводят. Они же еще и контролируют, они видят, что как. Да, они стоят рядом, да. И вот это приятно видеть, что, да, действительно человек занимается уборкой, да, он сжигает, но он настолько это делает аккуратно и правильно, что хочется сказать ему спасибо огромное. Вот, иногда видишь, конечно, где сзади дома куча даже не травянистой растительности, а каких-то старых там досок, палок, вплоть до мусора, да, просто зажгли, все это горит, человек ушел куда-то в дом или не в дом, не знаю, но рядом человека контролирующего сжигания нету, ничего не окопано, никакой емкости с водой нету, и рядом, естественно, находится какая-то травянистая растительность, какое-то поле, пусть даже небольшое, но по нему перейдет и в лес и так далее. То есть тут вот и при патрулировании нашими сотрудниками, при патрулировании нашими коллегами, инспекторами Мособллеса, они эти моменты, конечно, пресекают, тем более, что иногда такие моменты мы даже видим на наших камерах, когда мы видим столб дыма где-то идет, инспектор приезжает туда, обнаруживает, что это просто происходит сжигание мусора, естественно, предупреждает там и так далее. Я так понимаю, что во время действия вот этого особого противопожарного режима и штрафные санкции возрастают для нарушителей, или неправда? Или санкции примерно на одном и том же уровне? Санкции у нас предусмотрены федеральным законом, а именно кодексом об административных правонарушениях. Поэтому штраф он единый, тот, который, если на частное лицо, это до 5000 рублей, если на должностное, 50 тысяч рублей, если на юридические лица, по которым составляется протокол, это статья 8.32, там штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Я так понимаю, что для вас это еще введение этого режима означает и увеличение числа работы, так скажем. Работы стало больше. Вот чем сейчас занимаетесь, что в вашей повестке? Больше. Все наши коллеги, вот с МОС обл. леса, так же и мы, находимся в так называемом усиленном режиме, то есть количество патрульных групп увеличено, все выходные дни у нас есть дежурные бригады, которые ездят, патрулируют и так далее. Также от нас, от центра лесхоза, мы проводим рассредоточение пожарной техники, то есть мы в самой, по опыту работы, скажем так, где горимые места, где у нас на сегодняшний день имеется большое количество посаженных культур, площадей с культурами, хотя на сегодняшний день у нас очень большое количество. За последние годы мы посадили столько леса, что за последние, наверное, 80 лет лесного хозяйства столько не сажалось в Московской области, сколько сейчас у нас есть. Соответственно, в эти точки выдвигается пожарная техника, там находятся непосредственно водители, рабочие, то есть экипаж тот, который готов среагировать быстро, ну, по оперативной информации, готов сработать, подъехать, чтобы время подъезда к месту возгорания, скажем так, сократить. Это у нас и по Одинцовску, и по Русскому, и по Нарафаминскому району проводятся вот такие рассредоточения техники. Вот, кстати говоря, на днях в Одинцовском округе прошли традиционные весенние учения об их результатах в нашем материале. Брошенный окурок или пал сухой травы. Валежник вспыхнул моментально. Возгорание обнаружил лесничий. Это нереальный случай, а легенда традиционных весенних учений. Распространение огня пошло низовым способом по травянистой подстилке и была угроза населенному пункту. Лесничий, который обнаружил пожар, сообщил о случившемся в дежурную службу лесничества. В ожидании помощи приступил к тушению возгорания. К месту происшествия уже спешат лесопатрульный комплекс и сотрудники МЧС. Был вызван трактор с лесопожарным оборудованием, который провел локализационные действия, то есть проложил минерализованные полосы с целью провести локализацию данного очага возгорания. То есть дальше этой линии пожар не пойдет? Да, дальше этой линии пожар уже не пойдет, не будет распространяться. Горение локализовано и ликвидировано за считанные минуты. Все службы сработали слаженно и профессионально. Хотелось бы, чтобы навыки не пригодились, но на это надежды нет. Сообщения о возгораниях поступают ежедневно. Эти кадры были сделаны на минувших выходных в деревне Барки. Сезон пала травы открыт вопреки закону и здравому смыслу. Люди не рассчитывают свои силы, думают, что смогут предотвратить, отжечь, вырастить свежая трава и тому подобное. Но не справляются, а огонь уходит. Огонь уходит и уничтожает все живое на своем пути. Потушить сложно, а вот предотвратить легко. Достаточно просто не поджигать сухую траву. 16 апреля в Одинцовском округе был введен особый противопожарный режим. Гулять в лесу можно, а разводить костры нельзя. Ограничения накладываются и на хозяйственную деятельность в населенных пунктах. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сумма штрафа для граждан составит до 5000 рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Одинцовский округ к пожароопасному периоду готов. В распоряжении лесничеств современная техника. Как автоцистерны, так и легковые автомобили, даже дроны служат на благо леса. Каждая машина укомплектована противопожарным инвентарем для первоначального тушения. Ранцевый огнетушитель, лопата, емкость для воды, топор, пензопила. Также у нас в распоряжении в землегородском филиале имеется один квадрокоптер для определения площади лесных пожаров. Для кого это сезон отдыха на природе, а для лесничих работа в режиме 24 на 7, патрулирование с воздуха и земли, чтобы не допустить непоправимого. Сергей Викторович, готов ли Центр Лесхоз к летнему сезону? Судя по учениям, готов на все 100. Судя по учениям, готов на все 100. Судя по тому, по оценке наших коллег, нашего руководящего состава, это комитет лесного хозяйства, который провел 1 апреля проверку нашей лесопожарной станции, готовность техники, имущества, личного состава и так далее. Также у нас прошла проверка коллег департамента по Центральному федеральному округу. Была проверена Московская область, готовность к пожароопасному сезону. Коллеги из Мособуллеса, также мы с ними контактируем. Это еще когда ни для кого не было важной темы лесные пожары, когда у нас еще стоял снег. Коллеги каждый еженедельно у нас смотрели, контролировали ход проведения ремонтных работ, готовности техники и так далее. То есть все это зафиксировано актами и так далее. То есть на сегодняшний день мы готовы к тушению лесных пожаров в том количестве, которое установлено законодательством. Наши лесопожарные станции готовы в полном объеме. Я так понимаю, что в этом сезоне помогать патрулировать леса также будут добровольцы. Вот кто эти добровольцы, кто эти люди? Добровольцы на сегодняшний день – это добровольные лесные пожарные, которых набирают, скажем так, на пожароопасный сезон, в помощь. Но этим занимаются наши коллеги из Мособуллеса, также руководство комитета лесного хозяйства. Да, проводится данная работа, но там подается заявка человека, кто готов участвовать, готов оказывать помощь. Соответственно, оформляются все документы, потому что, чтобы человек был физически здоровым, чтобы не... Это все-таки лес. Да, это все-таки лес. И даже непосредственное тушение лесного пожара, а участие в тушении, оказание какой-либо помощи, все равно требует физических сил, каких-то навыков и, соответственно, здоровья, физического здоровья человека. Вот, поэтому предоставляется справка о состоянии здоровья, документы и так далее. Оформляются люди, да, идет набор на сегодняшний день. Не готов сказать по количеству, но набор уже идет. А планируется ли в этом году акция «Наш лес»? Дата и возможность проведения акции «Лес Победы» и «Наш лес посадит свое дерево» будут озвучены, скорее всего, нашим губернатором Андреем Юрьевичем. Вот, и вообще дата проведения вот весенних посадок, она на сегодняшний день там по 25 мая. То есть в течение всего месяца это будут проводиться в различных муниципальных городских округах, в населенных пунктах, в тиротделах, администрациях. Люди, которые захотят принять участие, вот что они должны знать, такие азы, чтобы как минимум не навредить, а как максимум, чтобы саженец, сеянец прижился и когда-то там много лет спустя выросло большое красивое дерево? Ну, если говорить о посадке деревьев, уже крупных деревьев в черте, в городской черте, то там, конечно, МБУ помогает, да, там копаются ямки соответствующие, соответствующий грунт привозится, саженцы и так далее. Немного проще, потому что там люди вам объяснят, когда речь идет о посадке лесных культур, то, что на акциях, в начале акции мы всегда, конечно же, рассказываем, проводим инструктаж, мы говорим о том, как это происходит, как правильно работать специальным инвентарем. Это меч колесовая лесопосадочная, так называемая, лопата. Говорим о том, как правильно посадить, прижать и так далее, чтобы дерево росло. То есть это проходит на месте, потому что, ну, сейчас в рамках нашей передачи рассказывать, наверное, будет немножко скучно. Ненаглядно. Ненаглядно, да. Поэтому надо приходить на акции. Да, поэтому нужно приходить на акции, на акциях обязательно мы показываем, рассказываем. Все, кто мы, сотрудники лесного хозяйства, участвуем в акции, мы всегда ходим по территории, по грядкам, смотрим, как делают люди, подсказываем, помогаем, показываем. То есть уже в процессе проведения этих работ мы это, как бы, контролируем и подсказываем. Поэтому приходите. Спасибо большое, Сергей Викторович, что вы к нам пришли сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с НАБИ. До новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова